Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим о рынке акций. Традиционно обсуждаем макроэкономические проблемы. Ну, о финансовых рынках в целом, естественно. И тема следующая. Европейские проблемы нервируют российских инвесторов. Ну, на самом деле, мы посмотрим, что кроме европейских проблем нервируют российских инвесторов. Если у них еще в нервы остались. В гостях Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. Добрый вечер, Володь. Добрый вечер. И Сергей Карыхалин, аналитик ТКБ Капитал. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Ну, ваши нервы в порядке, я надеюсь. Конечно. В отличие от российских инвесторов. Ну, как. Мы же тоже болеем. Да, да, болеем, переживаем. То есть мы не дистанцируемся. Да, это огромная часть этой армии. Это нормально. Уважаемые слушатели, я напоминаю, у вас есть возможность принять участие в нашем разговоре. Для этого существует телефон. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Далее есть интернет-ресурс финам.фм. Вы можете задать вопрос, используя его. И есть еще замечательная история, которая называется финам.ру. Зайдя на этот сайт, известный, я надеюсь, большинству слушателей, вы можете принять участие в нашем беседе в режиме видеоконференции. То бишь не только слышать, но и видеть все, что происходит здесь. И, соответственно, задавать свои вопросы, ну, либо делиться собственными мнениями. Огромная единственная просьба. Мнение желательно по существу вопроса. Вот таким образом, значит, я сделал некие приготовления. Ну и давайте начнем традиционно. Посмотрим, что происходит на финансовых рынках в Москве 1806. И рисуем картину маслом. Сегодня все зелененькое. Ну, вяло-вяло, но тем не менее. Гораздо зеленее, чем вчера и позавчера. Что касается американцев, они присоединятся к нам позже. Вновь я напомню. Поэтому начинаем с индикаторов российского рынка. РТС сегодня уверенно вырос на полтора процента. Ну, на настоящее время, по крайней мере, текущая котировка 1418 пунктов. Индекс ММВБ скромнее. Ну, тоже по понятной причине. Полпроцента в плюсе 1388 его текущие значения. Сырьевые рынки также смотрят уверенно. Бренд вновь выше 110 долларов за баррель. 110,87. И это значит, по сравнению с ценой вчерашнего закрытия, процент и две десятых. Золото после вчерашнего, да, агрессивного слива восстанавливается. 1725 практически его значение за тройскую унцию. Ну, и индикаторы валютного рынка заперты в диапазонах. Евро-доллар 1,2990. Вот, после вчерашнего отскока от 1,2980. Основной набор голубых фишек сегодня зеленый, красивый, радостный. Несмотря на то, что за окошком зима и снег. Вот, в основном все растут. Ну, например, Роснефть полтора процента сегодня прибавляет. Кто еще отличился? Росгидро больше процента, Автоваз больше процента. Ну, на самом деле, после вчерашнего падения, наверное, подобная динамика логична. Ладно, вот такая конститина маслом. Теперь давайте вернемся к нашему разговору. И я даже, наверное, все-таки перефразирую, что нервирует российских инвесторов, Володь? Ну, на самом деле, если сравнивать динамику российского рынка с тем же самым СНП или, например, скажем, Даксом в Фудсе, то складывается такая картина, что проблемы в мировой экономике волнуют только нас. Ну, серьезно. То есть, буквально, вчера посмотрел, ну, даже сегодня сравнил с Даксом. Да, Дакс выглядит лучше, чем российский рынок. СНП выглядит лучше, чем российский рынок. Нет, ну, Дакс, хотя, да, вот мы о европейских проблемах сегодня. Ну, да, собственно, я к тому, что... Да, логика какая. Проблемы в Европе, Дакс хорошо себя чувствует. Ну, вот, собственно, да. Поэтому очень такой странный, странная динамика, да, и скорее тут, в общем, да, понятно, что мы вместе со всеми реагируем на то, что происходит извне, да, то есть там, не знаю, там, дали по Греции денег. Да, обрадовались. Все со всеми выросли, да, там, появились случаи, что что-то как-то вот, вяло идут переговоры по Фискал Клиффу, да, вчера, соответственно. Огорчились. Огорчились, да, потом также порадовались, когда вышел Обама и там кто у нас еще, там, глава, лидер Конгресса, да, сказал, что, да нет, нет, все хорошо. Мы договариваемся. Мы договариваемся, да, не волнуйтесь, все тут же обрадовались, выросли. Ну, в общем, такое вот движение за какими-то новостями, гонка, да, она, в общем, конечно, не может не настораживать, потому что явно, что каких-то вот идей внутренних, да, таких вот сильных, сейчас, похоже, что нет особо, да, то есть. На российском рынке? Ну, и на российском, я думаю, и на зарубежных тоже, да, в целом я имею в виду по рынку, да, то есть, грубо говоря, нет такой идеи, что покупай акции, да, там, или, наоборот, продавай акции. Ну, хорошо, если говорить о глобальных идеях, смотри, вот, действительно, если вспомнить, да, не вспомнить, точнее, посмотреть на Штаты, сейчас фискал клифф, да, и этого самого обрыва сейчас на первых полосах, что называется, да, исходя из того, ну, что мы видим сейчас, да, о чем мы знаем сейчас, какие сценарии можно построить, как этот фискал клифф, в конце концов, разрешится, как эта проблема разрешится, ну, и, соответственно, что после этого. Ну, там, простое, мне кажется, упражнение в арифметике. Да. Да, вот, смотрите, у США большой дефицит бюджета и быстрый растущий долг. Проблема, проблема, которую надо решать. Как ее решать? Увеличивать налоги и снижать расходы. Да. Вот вам, пожалуйста, фискал клифф. Давайте это делать. А может, не сейчас? Ну, собственно говоря... А, кстати, почему не сейчас? Это такое непопулярное, может быть, с политической точки зрения, да, решение, что это лучше не мы. Давайте через год кто-нибудь другой. Ну, вот, собственно говоря, о том и речь, да, что есть глобальная проблема, которую решать нужно, да, но как вот не хочется как-то ее вот решать, да, как вот, не знаете, больному нужно принять лекарство горькое, да? Ну, вот как... Оно такое горькое, что давай можем... Да, что, может быть, еще там само как-то отболит, там отвалится. Кстати, подожди, вот, Сереж, смотри, Володя предложил сравнение. Больной лежит, у него болит, ему надо принять лекарство, но оно горькое. Он говорит, давай я все-таки не буду, потому что оно горькое. Может быть, оно само заживет, но в случае с фискал-клифом-то, оно само-то не заживет. Ну, тут я бы, наверное, сказал, что у этого лекарства есть побочные эффекты, которые мы увидели, в частности, можем увидеть, как бы, их результат на ситуации в Европе. Ну, поэтому оно и горькое. Собственно, в Европе тоже пытались сокращать расходы, повышать налоги, и видим, к чему это привело. Ну, например, в Греции. В особенности на тяжелых случаях, да, например, в Греции. Ну, понятно, что там уже больной был почти мертв, но, тем не менее, вот в других странах мы тоже видим, что вот эти вот меры по сокращению расходов, по росту налогов, они, в общем-то, пока что каким-то очевидным успехом не увенчались. Соответственно, я думаю, что американцы также стоят перед таким сложным выбором. С одной стороны, можно пойти по европейскому пути, вот с другой стороны, можно все-таки попытаться оживить экономику, и если это получится, то, собственно, экономический рост ускорится, и за счет этого вырастут налоговые поступления. И не надо будет повышать их, непопулярные меры. Да, и, собственно, проблема как бы, ну, либо решится, либо существенно уменьшится сама собой. Вот я думаю, что вот это все-таки сценарий базовый сейчас. Хорошо, понятно, да, повышение налогов и прочие вещи, горькое лекарство, мы... А вот второй сюжет, да, он за счет чего? Как заработает экономика, если они не примут вот эти горькие решения? Как она заработает? Ну, собственно, пока что США находятся не в такой тяжелой ситуации, то есть пока мы не видим, пока доходность по облигациям США не растет, а наоборот, на минимальных, за много лет уровнях. То есть пока никаких, собственно, кроме как вот разговоров, пока каких-то фактических проблем, там, ни с бюджетным дефицитом, ни с внешним долгом у США нет. Конечно, там, уровни отношения долговые, они очень высокие, но они высокие у многих стран, и ни к чему это плохому пока что не приводит. Так что я думаю, что, в общем-то, какой-то крайней необходимости для штатов сейчас вот запускать такие жесткие меры экономии нет. Ну, я вот не соглашусь, смотрите, есть такой пример Японии, может быть, не совсем корректный, но у них ставки нулевые уже очень давно. Долг при этом как бы вот не снижается, и, понимаете, каждый раз, как только вы оставляете ставки низкими, вот на следующий год и так далее, придерживайтесь вот этой вот политики, болезненность вот этого выхода наверх, ну, как бы, скажем так, нормальный режим с нормальным уровнем ставок и всего остального, он ставится все сильнее, все болезненнее, да. То есть, да, понятное дело, что там повышение ставок, оно, естественно, там, снижение, вообще в целом, да, выход из режима низких ставок, высокого дефицита бюджета, он достаточно болезненный, это понятно, да. Но надо понимать, да, что это рано или поздно нужно будет делать. Сейчас речь о ком, о Штатах? О Штатах, да не только о Штатах, на самом деле. Ты просто начал с Японии. Нет, я имею в виду, что вот там есть у нас пример, да, когда это не работает. Когда там сохранение, ну, скажем так, мягкой политики, да, не приводит к тому, что проблема рассасывается сама собой. Проблема в том, что там тот размер долга, который есть сейчас, да, он устойчив в случае таких очень низких ставок, да. Как только ставки будут расти, как бы, занимать США придется уже совсем по другим доходностям. Понятное дело, что это не скажется сразу, да, понятное дело, что всегда есть некий, там, вариант, как-то это растянуть во времени, да, потому что, скажем так, срок до погашения американских облигаций достаточно большой, да, и, там, повышение ставок сейчас стоимость обслуживания долго не повысит для правительства. Плюс там есть большая проблема, то, что эти облигации, они лежат на балансах, все-таки банков, финансовых компаний и так далее, да, которые, собственно, подними ставки, а тут же посыпятся убытки. Казалось бы, безрисковым портфелем, условно говоря, да. Проблем на самом деле очень много. И вот говорить о том, что прям вот, там, не знаю, не сокращать дефицит бюджета, не прекратить наращивать долг, боюсь, что это, в общем, не такой прямой ответственный вопрос. Сейчас мы это обсудим, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Продолжаем наш разговор, уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер. В эфире Финам.ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем текущие ситуации на финансовых рынках и, соответственно, пытаемся рисовать какие-то перспективы, отвечаем на ваши вопросы. Кстати, для этого я напомню, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт финам.ФМ и сайт финам.ру. Все это вы можете использовать для того, чтобы присоединиться к нашему разговору. Сегодня в студии Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, правильщик компании «Альфа Капитал». И Сергей Карыхалин, аналитик ТКБ «Капитал». Ну что ж, продолжим, Володь. Твои сомнения, твои мысли, твои... А, по поводу дефицита? Ну да. Ну, что здесь еще добавить-то, потому что я уже сказал, да, что, ну, собственно говоря, вопрос в том, что, понимаете, когда у нас высокий дефицит бюджета, финансировать его приходят за счет заимствования. Да, занимаем на, соответственно, долговом рынке, вытесняем, соответственно, оттуда компании, то есть ухудшаем условия, там, доступность для более рисковых активов. Ну, что все понимают, да, что, например, если ситуация, например, то есть ситуация, вот там, для инвесторов, да, все понимают, ставки будут низкими. Да, премия за кредитный риск, там, имитентов, она сейчас очень маленькая, например, да, то есть, грубо говоря, вот из-за этого, собственно говоря, интерес к, там, корпоративным именам, да, он, наверное, будет несколько ниже, чем для, для не тех же самых гособлигаций. Ну, и плюс такой момент, да, то, что низкие ставки, в общем, это, по моему мнению, очень плохо еще с той точки зрения, что порождают очень массу, так называемых, неэффективных проектов, неэффективных инвестиций. Да, потому что, ну, когда у вас деньги ничего не стоят, ну, собственно говоря, можно куда угодно их, да? Ну, условно говоря, да, в непроизводственные проекты, так называемые, да, которые не создают впоследствии добавленной стоимости. Поэтому, вот, здесь вопрос как раз рейдов, такого баланса, да, то есть, не пропустить момент, когда будет выходить слишком дорого. А как этот момент почувствовать, узнать о нем? Кто бы знал. Это вечный вопрос, да? Да. Вечный вопрос. Хорошо. Значит, мы, давайте так, структурируем по поводу Америки, ну, в очередной раз, ну, куда деваться, тем не менее, мы упомянули, да, сейчас все внимание инвесторского сообщества приковано к тому, как проблема фискал-клифа будет решаться. Европейские проблемы, Сережа, они что, вообще не актуальны сейчас для инвесторов, они отошли на второй план, и Греции дали денег, и все, и красота. Ну, нет, конечно, не все, но надо сказать, что там ситуация гораздо более спокойная, чем она была еще совсем недавно, в частности, летом. Вот, но, безусловно, Европа, как один из крупнейших потребителей сырья, других товаров, даже глобально, да, безусловно, рынок очень важный для всех, и ситуация там не очень стабильная, да, несмотря на то, что приняли вот этот вот третий пакет помощи Греции, там, еще там есть какие-то подводные камни, еще должны все страны за это проголосовать по отдельности, чтобы все это заработало в полную силу, вот, даже если проблема Греции как-то будет локально решена, все равно есть еще у нас много других стран, которые, как бы, также, в которых не все в порядке, да, есть еще, как показал последний саммит, разногласия между европейскими странами по вопросу единого бюджета, вот, так что, в общем, я бы сказал, что ситуацию в Европе со счетов списывать нельзя. То есть там проблем-то полно, просто сейчас как-то они немножко затушевались. Ну, опять-таки, это сделано за счет ликвидности. ЕЦБ залил рынки ликвидностью, в общем-то, проблемы, там, банков, в частности, да, они вот как-то временно локализованы, вот, рынки стабильные, вот, поэтому, как бы, каких-то вот рисков, с этой стороны, сейчас не видно, но, безусловно, они могут рано или поздно всплыть. Вот, на вопрос, главное, в экономическом росте. Пока что роста нет, видим, что даже ведущие экономики, такие как Франция, Германия, они близки к стагнации, вот, поэтому, собственно, пока что ждем каких-то, наверное, попыток Европы запустить рост у себя. Пока что, вот, им удалось предотвратить какой-то острый кризис, да, но о росте, о каком-то восстановлении пока что речи не идет. Ну, с другой стороны, если им преодолось приостановить кризис, это уже позитив, это уже основание для того, чтобы немножко расслабиться. Это позитив, они это отыграли, там, те же самые средневые рынки, наверное, в том числе, благодаря этому, достаточно себя стабильно чувствуют, потому что иначе мы не видели бы нефть, наверное, на 110 долларов, вот, но глобально, наверное, нет оттуда негатива, но и позитива пока что тоже никакого нет. Ну, и до Нового года вряд ли, да? До Нового года, конечно, ничего не изменится. Никаких событий. Кстати, 12 декабря у нас застанет Федрезерва очередной, там планируется выступление господина известного. Ты ждешь каких-то революционных заявлений от него? Да нет, я думаю, что... Просто это будет рядовое заседание, да? Не, ну, там какие-то могут быть технические моменты, естественно, да, но пока КУЕ-3, собственно говоря, еще непонятно, как оно действует, да? Ну да, и действует ли... Нет, ну, в принципе, я тут смотрели с коллегами баланс, да, там, ФРС как раз, ну, вроде бы они там... Чего-то покупают, да? Покупают, да. Ну, понятно, что там что-то еще гасится из этого всего, да, там, из этих агентских облигаций, поэтому там просто понять по балансам там не совсем возможно, что только они конкретно покупают, да, но в целом покупают. То есть, грубо иначе бы там, собственно, было бы их несколько меньше. Ну да, логично. Условно говоря. Вот, поэтому я не думаю, что здесь какие-то будут революционные меры, в принципе, может быть, мне, кстати, такой вот вопрос, да, как это, начнет ли ФРС что-то говорить по поводу бюджета, вот мне это интересно. Кстати, извините, если это не так, поправьте меня, это будет первое заседание, первое выступление Берданки после избрания, да, на второй срок. Все правильно, вот, поэтому, в общем, любопытно, потому что, как будет, собственно говоря, формироваться политика, ну, какие-нибудь намеки к тому, как будет формироваться политика ФРС в контексте, опять же, вопроса сокращения дефицита бюджета, да, потому что, понятное дело, что это будет определенно негативные последствия на экономику, и как на это будет реагировать ФЭД. Вот, то ли будет, соответственно, скупать безумно еще там банды и все остальное, то ли что-то еще. Вот, поэтому я здесь особого не жду. Что касается, вот, Европы, возвращаясь, да, то здесь меня очень позабавило, да, там, то, какие условия были приняты, да, и на каких условиях дали денег. То есть, Греция сделала, вот, добилась всего просто, что могла. Развела, да, этот, ну, да, это фраза такая вспоминается, хвост виляет собакой, да, потому что, я так понимаю, что греки отлично понимают, что дефолт Греции больнее всего ударит не по Греции, а по остальной еврозоне. Поэтому остальной еврозоне гораздо выгоднее, соответственно, дать Греции денег, чем Греции просить об этих деньгах. Все очень просто. У Греции очень сильная переговорная позиция на этих переговорах. Да, 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 она беспрогрешная, по сути. Ну, по сути дела, да, беспрогрешная. Либо вам ничего не должны, либо давайте нам еще денег. Конечно, конечно. Поэтому, ну, тут понимаем, да, что у нас в следующем году выборы, например, в Германии, да, там, в общем, как-то, и проблемы в Греции, да, которые уже дали, там, денег много, да, которые эти деньги, причем называют кредитами по какому-то стечению обстоятельств, да. Неожиданно. Да, да, и называть их, правда, называть их по-другому нельзя, да, в условиях, когда, там, есть избиратель, да, который, собственно, могут задавать вопросы, а почему это у нас не кредиты, а дотации называются, да, там, хотя, по сути дела, даже не дотации, а какие-то пожертвования просто, по сути дела. Ну, и вот, и в таком случае, то есть, следующий год, я думаю, пока вот не пройдут выборы в Германии, да, вот будут всячески пытаться сохранить. Это, собственно, поэтому очень такие условия, мягкие, да, для Греции, чтобы она хотя бы годик еще потянула бы еще, потянула, да, уж так и было. Вот, но проблема в том, что ни разу еще Греция свое обязательство не выполняла. Не ж могла, там, как в том году. Да, поэтому, в общем, я думаю, что в следующем году тоже будет все тут интересно, но я думаю, что вопрос вот по поводу Греции, да, он постепенно потихоньку все-таки будет сходить на нет, потому что уже и так на нее достаточно вяло все реагировали. Абсолютно, да. Вспомни хотя бы тот же десятый год, когда действительно там... Ну, просто тренд развернули, да, события в Греции, развернули тренд, все начали сливать. Там просто все вошло в обратную сторону. Сейчас уже так, ну да, но еще денег, ну и ладно. Кстати, Сереж, Володь, смотри, забавный вопрос пришел от Андрея. Олег, сейчас по лентам была новость, что Греция откажется от евро. Ну, я понимаю, да? Ой, господи, давно пора. Да, неизвестно, что это за ленты. Ну, дальше вопросы, вопросы. А Кипр в этом случае? Что будет с Кипром? Его спасут этот милый российскому сердцу остров. Слушайте, я был в этом году на Кипре, разговаривал с одним таксистом, разговаривался. Он сказал мне буквально следующее. Знаешь, говорит, Кипр это та же Греция, но только через годика-два будет. Подождите, да? Говорит, потому что сейчас, когда был бум недвижимости, очень многие накопили, ну, фактически заработали денег на продажи недвижимости там и так далее. Сейчас источник доходов иссяк, но люди еще живут на старые сбережения, фактически, да. Ну, сбережения хватит еще на два-три года, примерно. Ну, как он сказал, полтора-два-три, там, это сложно сказать. Ну, смотри, Андрей так пишет, что это милый российскому сердцу остров не только потому, что там прикольно отдыхать, да? Слушайте, если Кипр не спасут, там будет еще милее отдыхать, там будут еще милее люди. Там будет еще дешевле все будет. За еще меньшие деньги, да, которые поэтому еще и работать будут охотнее. Я понял. Хорошо. Может быть. Может быть, это да, это хорошая добавка. Хорошо, давайте дальше. Значит, ну, собственно, времени не так много осталось. Есть вопросы, и я один из них зачту. Ну, наверное, вот этот. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Вопрос по золоту. Что это вчера было? Резкое сильное падение. Чего теперь от него ожидать? Ну, вчера, да, нет? Не в курсе? Да, видели, видели. Да, да, что-то просело оно так лихо. 17.35 было, условно говоря, с утра, и до 17.10. 25 центов потерялось сегодня. 25 долларов потерялось сегодня, отскакивает. А ну, что это могло быть? Никаких, вроде, объективных, да? На самом деле, если посмотрим на динамику, такие проливы уже были в этом году. Да, да. Да, это, ну, ничего тут необычного нет. Ну, видимо, у кого-то крупного сдали нервы. Ну, то есть, еще раз, да, вот, как правило, наши слушатели интересуются, может быть, какие-то макроэкономические, там, фундаментальные обстоятельства, там, все начинают уходить. Тут, наверное, нет. Значит, если были фундаментальные обстоятельства, там динамика все-таки другая была. Ну, конечно, оно бы и не ограничилось 25 долларов. Там любопытное было заявление от члена Ферреса Фишера, по-моему, да, главы, по-моему, если не ошибаюсь, этого Далласа, отделения, что, дескать, нужно ограничить объем КУЕ. Ну, там такое было заявление, которое так проскочило, там, в Бумберге, да, там. Мы быстренько посмотрели, поняли, что, в общем, у него права голоса не имеет, и, в принципе, он давно уже выступает за подобными заявлениями. Тут такая баба-яга в этом самом, из Ферреса. Поэтому, в общем, ну, окей, если рынке на этом, золото на этом просело, ну, как бы, надо было покупать. Ну, в принципе, да, собственно, наверное, причина-то уже сейчас и не важна, да, почему это случилось. Не, ну, да, тут не хочется быть капитаном очевидность, да, там надо было покупать. Да, надо было бы. Ну, как бы, да, ну, в общем, если это было, это объяснение про рассадки, да, то, собственно, это никакой не разворот тренда, просто разовый такой вот. Ну, да. Ну, и потом, в условиях КУЕ, всевозможных КУЕ, сложно, да, ждать разворот по золоту. И мы слушаем новости, потом продолжаем. Продолжаем наш разговор. Уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер. Сухой остаток в эфире Финам. Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем текущие ситуации на финансовых рынках. Давайте я присоединю. К нам присоединились американские игроки. В 18.30 в Москве открылись американские площадки. Ну, динамика положительная, вяло-вяло положительная. На 18.30 доу-джонс прибавляет 0,03%. CP1 чуть больше одного. Одной десятой, простите, процента. 1411. Текущая его котировка. Ну, и, собственно, он не испортил общую картину маслом, потому что так же все зелененькое. Вот это важно. Это всегда, я помню, с начинающим инвесцией, когда общаешься, сразу предлагаешь такую точку зрения. Сразу не надо лезть в дебри. Смотрите, зелененькое – это хорошо, а красненькое – это плохо. А потом уже будете разбираться, где там, чего, сколько и почему, главное. Ну, на самом деле, просто американские рынки вчера отрошли свои сегодня. Да. За ними, поэтому все в порядке. Так, ну что ж, теперь давайте мы фокусируемся на российском рынке, да, по поводу того, что может нервировать российских инвесторов. Ну, с этого мы начали, и давайте продолжим в этом смысле рассуждение. Сереж, твое видение российских площадок. Ну, у нас вот, да, сегодня уже говорили о том, что наш рынок отстает от других рынков. Вот я думаю, что это… Причем, извини, я слышал тоже от ваших коллег такую мысль. Он отстает расти, но торопится падать всегда. Ну, да, да. Вот я думаю, что это в большой степени объясняется динамикой акции «Газпрома», которая имеет большой вес в индексах. И, естественно, так как «Газпром» у нас, в общем-то, чуть ли не каждый день падает. Что-то он опечалился. Что не новость, выходит так негативная для «Газпрома», вот то, наверное, вот если бы «Газпром» из индексов исключить, то наш бы рынок выглядел не так плохо. Ну, а так, в целом, действительно, каких-то драйверов мало, большая неопределенность, объемы падают, активность низкая. Иностранные инвесторы какого-то желания, интереса не проявляют. Вот, возможно, прошедшая IPO-мегафона какую-то еще часть средств отвлекла. Как известно, с одной стороны, IPO-это хорошо, с другой стороны, это плохо, потому что деньги приходят не в старые акции, а в новые акции. И поэтому, наверное, наш рынок недополучил какую-то часть средств из-за этого IPO. Ну и прошло оно как бы тоже более-менее нормально, как бы сам факт того, что состоялось. Тем не менее, по нижней границе, да, показалось, что какого-то ажиотажного спроса нет. Вот, так что такая вот ситуация, я бы сказал, если вот убрать «Газпром», она такая вот нейтральная. Никакая. Да, то есть ничего не происходит, какого-то притока денег нет, и какой-то, может быть, чуть-чуть небольшой отток. Вот, ну, собственно, это же объяснимо тем, что внешних драйверов нету никаких. Экономика российская, она постепенно какие-то сигналы замедления показывает. Да, вот сегодня вышла новость о том, что у нас грузоперевозки по ЖД в ноябре упали на 3% год к году. Вот, то есть, значит, у нас там замедляется промпроизводство, а то и, может быть, стагнирует уже. Соответственно, как бы на этом фоне, как бы непонятно, зачем надо покупать акции. Да, да, да. Понятно зачем, непонятно какие. Ну, на самом деле, если там немножко уйти от акций, да, немножко уйти в сторону облегаться, например, да, то здесь, на самом деле, картинка совсем другая. То есть самое интересное, что не надо думать, что российский рынок, который там, не знаю, неинтересен иностранцам, да, а в отдельных сегментах он очень интересен, в частности, вот, с облигациями, там, в частности, с УФЗ, да. И в данном случае, ну, мое мнение, да, почему российский рынок в целом, да, выглядит плохо, да, ну, опять же, да, потому что у нас крупнейшие компании, да, в общем, показывают, ну, не очень хорошие результаты, мягко говоря. Да, тот же самый вот «Газпром», да, с его инвест-программами, да, там, которые, в общем, не совсем понятны зачем, и, в общем, непонятными их там отдачей и так далее, да, которые, ну, скажем так, в элюдистрактив в какой-то степени являются. В общем, это тоже сказывает негативы на рынке, да, там, недавняя там история с «Новотеком», например, да, там, опять же, да, с одной стороны «Роснефть», да, которая выросла там очень хорошо, с другой стороны, там, «Новотек» плюс, кто там, ТНК-БП, да, то есть, то есть еще какие-то моменты, да, связанные, и в основном это вот происходит именно там, источником являются такие вот госкомпании, да, которые, ну, помимо, являясь не просто, там, не знаю, акциями, да, там, они, помимо всего прочего, имеют там, не знаю, долговую нагрузку, не очень хорошую историю, не долговую нагрузку, а социальную нагрузку, не очень хорошую историю, да, там, какие-то еще. То есть вот мне кажется, да, что скорее вот здесь вопрос именно, скажем, в том, что инвесторы не очень нравятся сейчас, да, большие российские имена. Как-то слишком много государства в них. Ну, мое личное мнение, да. Ну, ты смотри, инвесторам каким? Нашим коллегам, я имею в виду, россиянам, да, или тем, кто из-за бугра смотрит на это дело? Ну, посмотрите, на самом деле, вот, что у нас, какие там, не знаю, бумаги у нас наиболее интересные, да, там, что у нас хорошо в этом году перфомило вообще в целом, да. Это самая лучшая тема была в этом году, это высокая дивидендная история, да. А не только, там, даже без учета дивидендов, да, они обыграли рынок, многие из них. Просто почему? Потому что это показывает, что, а, там, значит, то есть, если, грубо говоря, там, акционеры готовы делиться ключевые, да, там, с миноритариями, да, если компания герет нормальную прибыль, да, у нее к ней нормальные отношения инвесторов, да. Если в компании есть какая-то хорошая идея, например, тот же самый Мегафон, да, там, то есть, я считаю, это мегаидея для, там, вложения средств сейчас, да, потому что понятно, что это риски, да, и все остальное, но компания разместилась дешево, да, то есть ключевые акционеры, в общем, отдали какой-то апсайт для миноритарий, которые приобретали это дело, плюс это обещает быть дивидендной историей, в общем, идея очень хорошая. А кто у нас вставал в этом году? Ну, это голубые фишки, прежде всего, да, то есть, это Газпром, в первую очередь, да, ну, собственно говоря, еще там ряд имен. Опять же, да, то есть, я вот не стал бы говорить о том, что в российский рынок неинтересен, да. Российский рынок интересен, да, но только единственное, что не надо покупать его именно так, как широкий рынок, да, потому что, к сожалению, да, все индексы, которые у нас есть, они включают слишком много не очень хороших идей. Да, да. Валерий, смотри, вот я неожиданно подумал, ты сейчас говоришь о истории дивидендной, так называемой, правильно ли твои слова интерпретировать с точки зрения, ну, некой такой социальной, что ли, социального взгляда, ну, если позволишь опять, российской ментальности, то есть российский инвестор смотрит хорошо на ту компанию, которая делится, да, которая не выглядит... А это не только российский инвестор. Это нормально? Это вообще нормально. Не, ну, здесь просто какая-то... Просто, например, там ряд фондов иностранных, да, там многие фонды, они просто не покупают те бумаги, которые не платят дивиденды. И вообще, как бы, мое личное мнение, да, что компания должна платить дивиденды, ну, грубо говоря, когда вот показывая, по крайней мере, что у нее все хорошо с деньгами. Потому что лучше эти деньги вернутся к ней в виде, там, покупок акций новых, да, там, как бы, и она, может быть, сделает из ПО, да, там. Это ей будет проще сделать, если инвесторы, которые будут, там, покупать ее, будут понимать, что они получают, да. Вот компании, которые не платят дивидендов, мне не очень нравится всегда, да. То есть это, как бы, даже если компания, там, имеет перспективы роста, если она, например, там, на каком-то этапе не начинает платить дивиденды, у меня возникают слишком большие вопросы. Ну, вот, не знаю, там, у меня, например, не нравится Apple по этому. — Хотя со мной многие не соглашаются, да, но вот я считаю, что если компания выросла, да, она большая, крупная, но при этом она начинает, продолжает вкладывать в собственное развитие слишком много, да, не делясь, да, то, собственно, ради чего все остается компания, ради того, чтобы денег заработать. — В принципе, да. — Да, в принципе. — Классический инвестиционный, да, подход, это ты инвестируешь и получаешь. — Вот. Если ты при этом, как инвестор, да, условно говоря, байндхолд, не получаешь никаких дивидендов, ну, единственное, что можешь это продать. Кому-то такому же, кто надеет, что в будущем это все. Ну, стандартная модель. То есть я думаю, что, в общем, в будущих таких компаний следующие, да, в какой-то момент она делает ошибку, например, да, это не исключено. — Все с ней расстаются. — Как Nokia, например, да, там, ну, они пропустили вот этот бум там смартфонов, все, да, где была Nokia там пять лет назад, где она сейчас. Поэтому, в общем, идея такая, что, особенно на российском рынке, который очень волатильный, очень непредсказуемый, да, вот, дивиденды — это все-таки вещь нужная, да, и как раз мне, кажется, по увеличению вот этой культуры, да, оно, в общем, является как раз таким вот правильным шагом в сторону как раз вот более дружеского отношения, в том числе иностранцам, к нашему рынку. — Да, да, мне вот понравился термин культура, да, это повышение культуры инвестирования или культуры дивидендов. — Культуры ведения бизнеса. Сереж, согласен, а если это так, то а как повышать эту культуру? — Ну, да, да, я, конечно, согласен. Вот, допустим, возьмем пример, да, есть «Газпром» и есть «Лукойл». — Один сегмент, да, один бизнес, по сути. — Да, в принципе, примерно на одном и том же рынке работают. Вот «Лукойл» понял, что добыча у него не растет, да, обещает максимум добычи удерживать на текущем уровне или там какие-то плюс 1-2% увеличивать, вот, но при этом объявил об увеличении дивидендов, платит там порядка 4-5% годовых дивидендов доходности, вот, соответственно, инвесторам это нравится. Вот тот же самый «Газпром», что мы видим, что спрос на газ падает, да, предложение газа на основном рынке сбыта в Европе растет, цены снижаются. При этом «Газпром» ведет себя как раньше, да, то есть так же, как раньше строит газопроводы, верит в то, что спрос на газ будет расти, цены будут расти, да, то есть как бы он действует по инерции, хотя ситуация на рынке, она кардинально изменилась. Сейчас бы надо, наоборот, ничего не инвестировать и платить дивиденды, собственно, так, как, наверное, от него бы инвесторы хотели бы, но он это не делает, поэтому видим, что отношение к компаниям разное. Сережа, а в чем проблема? Это менеджмент? Это что, неповоротливость его? В чем проблема? Не, ну, проблема в том, что, наверное, менеджмент мыслит инерционно. Или госучастие? Да, видимо, есть какие-то факторы, объясняемые госучастием, да. Все-таки «Лукоин» — это более частная компания, нежели «Газпром». Да, да, именно в этом и проблема. Ты что, по поводу «Газпрома»? По поводу «Лукоила» мне хотелось бы услышать. Не, ну, по поводу «Газпрома». На самом деле, это нормальный подход, да, у вас есть как бы «Гроуссторис», да, так многорастущие идеи. То есть компания, которая, грубо говоря, там, вышла на рынок, условно говоря, да, там, маленькая, которая будет там расти, которая сейчас, естественно, очень, там, дорого по мультипликаторам, но у которой есть там перспективы. Есть другой вариант, да, там, компания, которые давно на рынке, у которых там перспективы роста, там, совершенно маленькие, да, опять же, наши большие нефтяные компании, как они могут развиваться? Только за счет, фактически, там, поглощения друг друга. Но это, извините, неорганический рост, да, то есть компания ей, ну, как бы, для этого не нужно скапливать, ну, фактически, это тот вариант, который компания, когда она поглощает кого-то, обычно это не очень хорошо для ее акционеров, как правило, да. Поэтому, ну, не считая, конечно, в случае с «Роснефтью» недавно, да. Да, я тоже не думал об этом. Бывают обратные ситуации, конечно. Ну, нетрадиционный случай, да. Конечно, бывают обратные ситуации. Вот. И в этом случае, конечно, компания, как уже, то есть, грубо говоря, состоявшаяся единица, да, которая, ну, собственно говоря, куда ей расти, она фактически должна работать уже на акционеров, да, то есть генерить прибыль и делиться. И пускай уже эти дивиденды, соответственно, будут реинвестироваться, да, если кто-то хочет, окей, в эту же компанию, да. Наверняка, в большинстве случаев так и будет. Ну, окей, это вопрос выбора, да, но это же может идти и в другие компании, да, то есть, грубо говоря, то есть, опять же, да, с точки зрения рынка, да, если вы получаете живой кэш, им проще просто распоряжаться, чем фиксировать, там, не знаю, при убыток, например, вдруг, если компания, там, просела, да, или сокращать позицию в бумаге. Да, это, во-первых, проще, дешевле и, в общем, оставляется пространство для выбора. Вот, поэтому вот я все-таки связываю надежду свою с тем, с нашим рынком, да, и как раз рост дивидендной доходности. То есть, это, мне кажется, все-таки такая идея, которая его может вытянуть. Ну, смотри, мы все-таки, говоря о дивидендной доходности, сосредоточились на фишках, ну, или, по крайней мере, да, там, на основных каких-то, да, имитентах. А есть и более скромные, и, тем не менее, по этому же пути идут. Ну, конечно. Второй эшелон. Второй эшелон, например. Не, ну, собственно говоря, если смотреть, кто у нас платит самый высокий дивиденд, недавно, например, это было от NKBP, да, ну, собственно говоря, ну, мне кажется, это идея, тот и отличный пример, как должна вести себя нефтяная компания в России, да. Кто у нас там сейчас платит, ну, есть еще Татнефть, да, там, привилегированный, в принципе, возможно, будет и тот самый мегафон. Ну, МТС, в принципе, не очень такая, не самая плохая. Ну, в принципе, на самом деле, да, если смотреть по уровню дивидендов, то, в целом, российские компании, там, они, в общем, особо инвесторов не балуют, я имею в виду из ликвидных, из более-менее. Кстати, забавно, что ты, да, привел пример того, как должна действовать нефтяная компания, да, в России, пример этот NKBP. Ну, собственно, мне кажется, это вот тут, потому что инвестор, когда вот инвестор покупает такую идею, да, ты понимаешь, что, да, у тебя, ты свои деньги аппаратом получишь. Ну, это и главное, ради чего инвестировать тогда. Спасибо, спасибо. Слушаем новости, потом продолжаем разговор. Ну, что ж, продолжаем наш разговор. Очень интересная сегодня беседа, на мой взгляд. Я, кстати, хочу поблагодарить нашего слушателя Константина. Он расставил точки над «и», он прислал сейчас сообщение, в котором следующее. Олег, вчера крупный игрок в золоте перекладывался одного контракта в другой, это видно по объемам. Собственно, вот это и определяется, да, вчерашним падением. И сразу я отвечаю на вопрос, стоит ли подбирать по текущим золото или подождать до прихода на 1.700. Ну, вчера надо было подбирать, вот я на график посмотрю. Ждите следующего экспирации. Хороший ответ, да. Вчера надо было подбирать. Ну, действительно, я на график смотрю, 1.610, хорошая поддержка, и от нее он отскакивает. Сейчас уже, к сожалению, он уже выскочил на 15 аж долларов, 1.725 он стоит. И еще, извините, я тут графики пока новости слушали, графики переключал. Вот CP, да, открылась Америка, мы уже говорили, да, она показывает там мало-мало положительный результат, 1416 сейчас фьючер торгуется, индекс торгуется, простите, на S&P 500, ну, с технической картинкой, техническая картинка, ну, вот она просто как в школе. Это я предваряю твой рассказ про блюдца сейчас, Володя. Как в школе, да. Вот есть нисходящий канальчик, да, минимум 1350. Дальше у нас 200-дневная скользящая средняя пробили, оттестировали ее сверху и отскочили, и вперед, мама, не горюй. Вот. Ну, это понятно, что это вещи такие спекулятивные, ну, да ладно. А что там про блюдца ты рассказывал? Да нет, я не люблю технический анализ. Ну, тогда извините, я тут что-то травлю байки. Нет, я на самом деле это там просто, мы с вами разговаривали за эфиром по поводу иены, поэтому, собственно. Ну, на самом деле, опять же, да, это вопрос, там, валюты, так далее, управления, там, курсами, там, им еще с ними, да, то есть, вот, не знаю, там, такая, скажем, другой пример, там, экономической политики, да, это вот Япония, да, которая, видимо, там, давно уже в том крею ловушки ликвидности находится, куда себя сейчас США все загоняет. И там, собственно, попытки, вот сейчас вот очень любопытно будет, мне интересно, такой очередной опыт, да, выхода в вопрос, попытка выйти из той ситуации, в которую они зашли, да, там. То есть, какие-то были заявления интересные по поводу того, что давайте ослаблять валюту, там, делать интервенции ЦБ. Ну, они это делают периодически, но толку-то, толку-то, толку. Нет, ну, им-то это надо сделать так прям, хорошо, разогнать, нет, им нужно разогнать инфляцию, да, там, и так далее. То есть, просто один из способов снижения долговой нагрузки, это инфляционное сжигание. Просто, опять же, да, разгон инфляции, это... Это типика японской экономики, сам говорил, да, низкие ставки, это дефляционные, как правило, да, события. И как ее... Ну, собственно, менять подход, да, собственно говоря, разгонять инфляцию. Стратегически такая должна быть. Да, да, и, соответственно, ослабление национальной валюты. Но здесь, понимаете, какая ситуация получается, что я не думаю, что разгон инфляции, да, он, помимо всего прочего, придет к тому, что реальному обесценению накоплений, да, и там будут реальные, как бы, негативные последствия, в том числе и с точки зрения потребительского спроса. То есть не надо думать, что там разгон инфляции и, там, не знаю, обесценение национальной валюты, это сразу приведет, там, неизбежно к росту ВВП, да, то есть там, скорее всего, там еще, там, стагнация продолжится еще какое-то время из-за этого, да, ну, по крайней мере, это какой-то, не знаю, наверное, путь. Это шаг, да. Вот, ну, в общем, такое было просто рассуждение по этому поводу, да, то есть, в принципе, сейчас очень интересно, как это будет развиваться дальше, потому что это, в принципе, показывает тот путь, как можно, в принципе, выходить в той ситуации, которую складывается сейчас в США и в Розоне, да. То ли это будет инфляционный какой-то сценарий, то ли это будет через дефолт. Ну, дефолт, наверное, это... Ну, значит, инфляция. Падение уровня жизни, давай так. Дефолт, это уж совсем революция такая. Почему? Не первый, не последний раз. Да, переживем. Вопрос есть такой, Сереж, смотри. Прокомментируйте, пожалуйста, метание ГМК Нарникель в последние месяцы. Метание. Ну, во-первых, я бы отметил тут два фактора. Первый фактор – это ситуация на рынке Никеля, которая не очень хорошая, ну, такая. Для Нарникеля она приемлемая, так скажем. Сейчас тонна стоит порядка 17 тысяч долларов. Это тот уровень, на котором... Это выше себестоимости производства Нарникеля, но, собственно, если пойдет цена ниже, тогда уже появятся проблемы. Но сейчас уровень более-менее приемлемый. Да, соответственно, как только возникают риски того, что цена упадет, давление на акцию увеличивается, как только ситуация стабилизируется, давление это исчезает. Вот и вторая тема – это непростое отношение между акционерами компании, между Интерроссом и Русалом. Они борются за контроль в компании, за возможность влиять на управление. Есть разногласия по поводу кандидатуры генерального директора. Собственно, мы видели какие-то последние месяцы спекуляции насчет того, что могут гендиректоры поменять, что в компанию может войти Абрамович в качестве такого балансирующего механизма, что компания может возглавить сам господин Потанин. Видимо, как раз вот эти факторы на актировки влияют. Причем термин метания здесь уместен, да? Да, я думаю, что действительно метание, потому что есть неопределенность. Может что-то поменяться, а может и ничего не поменяться. Причем вот это хорошо, а это не очень. Что в результате получится? Да, что-то ясного нет, но я думаю, что в любом случае, если что-то поменяется, вот как это, по крайней мере, сообщалось, то есть если компания возглавит Потанин, и если в качестве реверанса Дерипаски будут увеличены дивиденды, то, в общем-то, для акционеров это будет хорошо. Потому что, как мы уже говорили, если компания будет платить дивиденды, а Нурникель, в общем-то, находится в таком уже зрелом состоянии, когда это делать нужно. Вот очевидно, что акционер крупный, да, Дерипаска в этом очень сильно заинтересован, что так надо ему погашать свою долговую нагрузку, то, наверное, если то, о чем говорят, произойдет, то, я думаю, что для акции это будет позитивно. Ну и мы видели как раз такую реакцию на вот эти вот сообщения в прессе. Я понял. Спасибо. Спасибо. Ну и... Володь, значит, мы... Да, мы некоторое время назад обсуждали тему валютного рынка, но далекую от нас, по крайней мере, да, японской иене, попытались поговорить. Давайте мы вернемся на землю. Родимую рубль. Как он себя чувствует, да, и какие у него перспективы. Кстати, сегодня этого вопроса нет, а на протяжении трех дней подряд одна из наших слушателей спрашивала, в чем хранить сбережения, в чем хранить сбережения. Ну, она переживает, ее можно понять, у нее есть эти сбережения. Ну да, вопросов нет. Ну, сбережения лучше, конечно, хранить не в валюте, а в активах, это мое мнение, да, а в каких активах, ну, это уже там, соответственно, вопрос там готовности к риску, горизонта и так далее. Даже активы фондового рынка ты рассматриваешь. Да, конечно. Отечественного. Да, даже отечественного. Ну, возьмите, опять же, всегда можно выбрать хорошие бумаги, да, там, дивиденды, да, какие-то вещи, там, еще что-то. Не знаю, там, либо найти хорошего управляющего, либо, соответственно, самому там поднапрячь сформировать портфель. Ну, то есть принципиальная позиция в кэше держать деньги нельзя. А смысл? Нет, нет, ты мне вопросом на вопрос не отвечаешь. Нет, ну, хотя бы в облигации, да, хотя бы в облигации. То есть все равно, да, то есть, ну, окей, ладно, там, долларовые облигации, они, конечно, не для всех доступны, да, там, тем не менее, там, даже рынок рублевых облигаций все равно... Ну, подожди, кэш, я не подразумеваю, что-то под подушкой лежит у меня. А, ну, в смысле, на банковском депозите. Банки хотя бы, да. Ну, окей, если процент устраивает, почему бы нет? Сейчас хороший процент, кстати. Ну, что, почему бы нет? В рублях, тем более. Тем более, самое интересное, по рублю, вот, я думаю, что сейчас вот очень интересная ситуация происходит там с рынком слопов длинных на рублях, да, в частности, там, кривая NDF, так называемая, она стала инвертируемой, не так давно причем. То есть рынок фактически прайсит снижение ставок. Да, снижение ставок он прайсит в связи, наверное, со снижением ожидаемой инфляции. Дальше просто я проскручиваю, да, просто выкладываю все карты на стол, да. А почему у нас будет сокращаться инфляция, мое мнение, да, в том, что, собственно говоря, все прогнозы на следующий год, они по экономике очень не очень хорошие. Не очень хорошие. Не очень хорошие. У нас и замедление там потребления будет, и замедление инвестиций и так далее. Если при этом у нас цены на нефть останутся примерно на текущем уровне, что очень вероятно, да, это означает, что у нас торговому балансу ничего не угрожает. Если у нас при этом не будет такого сильного оттока капитала, в целом погода, я имею в виду, да, понятно, что в какие-то месяцы там могут быть резкие всплески, да, это действительно будет сказываться на рубле. Да, там часто там есть такие, там, сезонные вещи, да, там, я не помню, там, сейчас в каком месте, там весной где-то есть, в общем, такой момент один, надо умеет туда чинить. Происходит буквально следующее, да, что фактически рубль на следующий год выглядит очень неплохо, да, то есть с учетом того, что ставки по рублям там, они существенно выше, чем по доллару или евро, в общем, ну, значительную часть сбережения я бы хранил в рублях, да, то есть просто потому, что, ну, вот доходность, она вот сейчас такая, да, но в доллар и евро я бы тоже, конечно, понятно, да, что это вопрос диверсификации, риска там и так далее, да, то есть в принципе я вот сейчас, да, если там смотреть, выбирать из трех валют, да, лучше рубль, да, понятное дело, что это риски и так далее, но если... Диверсифицировать ты мне не стал? Нет, почему? То есть 70% в рублях, все остальное там, как заначку в доллар и евро. Евро тоже ты рассматриваешь? Ну, почему нет? Понимаете, в евро чем у них плюс, да, несмотря на то, что там проблемы в экономике, да, идея-то в чем же? Если, например, Греция покинет еврозону, евро укрепится. Нет, ну, это преподнес как парадокс, это логично. Логично, да. Наконец-то болячка отвалилась, и это радостно. Вопрос, почему мы евро не должны держать, да? Второй момент, если посмотреть на политику монетарной ФРС и ЕЦБ, да, то ЕЦБ, она более консервативная, то есть он как-то не так активно печатает деньги, да, то есть как-то пытаясь все-таки это дело преподать, то есть не без... Ну, и они, да, столько рамок себе наставили. Да, 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 Поэтому, несмотря на все, да, евро, в принципе, по отношению к доллару, я не думаю, что будет очень сильно так прям колебаться. Хорошо. Сереж, вот с точки зрения рубля, какие ожидания у тебя? Я, в общем, согласен, что, в общем-то, в текучих условиях рублю кажется, что ничего не угрожает, да, потому что, в общем-то, да, у нас там стабильная ситуация с внешней торговлей, инфляция замедляется, так что для рубля, наверное, ничего плохого нет, но зато сильный рубль плох для нашей экономики. Вот. Потому что мы, с одной стороны, получаем снижение активности потребителей и снижение спроса, с другой стороны, что касается тех же тарифов, они, по-моему, будут и дальше расти. Вот цены на газ у нас вырастут на 15%, тарифы ЖКХ у нас вырастут опять процентов на 10, по-моему, в Москве. Вот. Так что, в общем-то, маржа для бизнеса, она будет сокращаться. С одной стороны, издержки растут, с другой стороны, потребители не очень так активно, да, покупают. Так что для рубля все нормально, для экономики не очень. Я понял. Спасибо. Хорошо. Значит, мы потихонечку будем закругляться. Небольшой анонс. Нравственность и политика в России понятия несовместимые. Вопрос. Сразу после выпуска новостей гостем программы «Реальное время» станет поэт и журналист Лев Трубинштейн. Не пропустите. Я благодарю моих сегодняшних гостей. Владимир Брагин, Сергей Карыхалин. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Собственно, будьте на рынке. Всегда есть интересные идеи и наверняка интересные возможности. Всего хорошего. Успехов на рынке. До свидания.